Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про необычного китайца в среднем ценовом сегменте, даже не китайца, тайваньца. Asus Zenfone 3S или 3 Max, как его еще могут называть. 3S и 3 Max это один и тот же смартфон, но один рассчитан на рынок Европы и имеет нормальную прошивку от Asus с хорошей локализацией и грамотным переводом, а второй предназначается для рынка Китая и там нет русского языка. Но ушлые продавцы зачастую берут китайскую версию, перепрошивают ее какой-либо кастомной прошивкой и продают русским. С такими левыми прошивками потом возникает очень много проблем, различные глюки и невозможность получать обновления по воздуху. Поэтому, если вы будете покупать смартфоны Asus на Алиэкспресс, обязательно уточняйте этот момент у продавца. Я же от себя могу вам посоветовать сертифицированный магазин Asus на Алиэкспресс. Данный магазин имеет все сертификаты от Asus и продает только новые и оригинальные смартфоны, ну и прочую технику данного бренда. Там можно смело покупать и быть уверенным, что получишь то, что хочешь. Еще у них есть группа в ВК, там кстати сейчас проходит конкурс и можно выиграть компьютерную мышку на халяву и другие призы. Ссылка на группу в описании. Но что-то не в те дебри меня понесло. Основной фишкой этого смарта является его аккумулятор, емкость которого составляет 5000 мАч. Вкупе с дисплеем на 5,2 дюйма, это дает просто отличные показатели по продолжительности работы от одной зарядки. И даже если уровень зарядки упадет до 10%, при помощи режима суперэкономии девайс способен прожить еще до 36 часов. Сам лично отходил с ним 2 недели и могу сказать, что смартфон спокойно держит 2-3 дня без каких-либо подзарядок и повербанков. Более того, Asus Zenfone сам способен выступать в роли повербанка и протянуть, так сказать, провод помощи другим гаджетам. Просто берем, вставляем кабель и зарядка идет. Единственное, для того, чтобы поделиться энергией, вам понадобится ОТГ-переходник. Но он стоит копейки и его можно купить на Али или в любом другом магазине электроники. Также через этот адаптер к смарту можно подключать всевозможные флешки. Все работает отлично. Приходит смартфон в такой вот стильной коробке, комплектация в которой стандартная для смартфонов данной ценовой категории. Тут, собственно, блок питания, кабель для подключения, а также мануалы и фирменная скрепка. Смартфон по нынешним меркам весьма компактный и имеет тонкую рамку дисплея. Zenfone выполнен в металлическом корпусе и популярным нынче закругленным дисплеем, выполненным по технологии 2.5D. Расположение кнопок и разъемов стандартное, как на 90% современных смартфонов. С правого торца кнопка включения, тут же качелька громкости. С левого торца лоток под сим-карты и флешку. Снизу разъем для зарядки, а также отверстие для работы микрофона и внешнего динамика. Сверху разъем под миниджек для наушников. Дисплей Zenfone 3S, как я уже и говорил, имеет диагональ 2.5 дюйма, HD разрешение и выполнен он по технологии IPS, то есть картинка различима под углами и на солнце. Мультитач-тест показал отзывчивость на 10 касаний. Внутри установлен восьмиядерный процессор от Mediatek MT6750 и видеоускоритель Mali-T860. По результатам проверки Antutu, телефон набирает почти 41 тысячу баллов. С камерами у Zenfone 3S также полный порядок. Для соцсетей их хватит с головой и еще макушка торчать останется. Основная камера 13 мегапикселей, есть режим HDR, а также режим съемки в высоком разрешении. Благодаря технологии Pixel Master, смартфон способен создавать фотографии, словно снятые на камеру в 52 мегапикселя. Селфи-камера на 8 мегапикселей и с интересной функцией украшения селфи. Девушки могут тут себе кожу замотировать, щеки уменьшить, ну или глаза увеличить. Жалко, конечно, что только глаза. Оперативки в смартфоне 3 гига, постоянной 64. И это позволяет продолжительное время не задумываться о наличии свободного места в гаджете. При необходимости память можно увеличить при помощи microSD карточек емкостью до 64 гигов. Кроме того, компания Asus бесплатно предоставляет два облака для хранения контента. 5 гигов на своем сервисе и 100 гигабайт на Google диске. Естественно, что в смартфоне подобного уровня реализована поддержка 4G-сетей, про это можно было даже и не говорить. Работает смартфон на Android версии 7.0. Сверху установлена фирменная оболочка от Asus под названием ZenUI, которая делает систему более легкой для управления обычным пользователем. Но во всей этой бочке меда, конечно же, найдется ложка дегтя. И здесь это внешний динамик. Звук из него просто никакой. Он плоский, я бы даже сказал ужасный. Поэтому слушать через него музыку или смотреть видео не стоит. А вот звук через наушники мне понравился. Имеется встроенный мастер улучшения звука, который позволяет сделать более тонкую подстройку для самых требовательных меломанов. Сканер отпечатка пальца тоже неплохо. Работает хорошо отклик на высоте. Но чтобы он сработал в режиме ожидания, на него нужно нажимать, так как по факту это механическая кнопка. И если экран смартфона выключен, то сканер не срабатывает, пока вы на него не нажмете. Как по мне, это не очень удобная реализация, но с другой стороны нет ложных срабатываний. Итак, давайте подведем итоги. Что же мы получим за свои деньги? Ну, во-первых, это Asus. Как ни крути, это бренд с мировым именем, известный не меньше, чем Samsung или LG, например. Во-вторых, смартфон имеет современный дизайн, его толщина всего 8,5 мм, а дисплей в 5,2 дюйма является универсальным. Это вроде как и 5 дюймов, но и для любителей дисплеев в 5,5 подойдет тоже. В-третьих, у Asus Zenfone прошивка имеет дружественный интерфейс, все уведомления приходят точно и в срок, и нет необходимости несколько дней рыться в интернете, разбираться в настройках разрешения смартфона и так далее. Все работает четко и стабильно. Следующий плюс это память. Тут ее реально много, а если вы соберетесь хранить на нем семейный видеоархив, то поддержка флешек на 64 гига и облачные технологии способны удовлетворить любого, даже самого придирчивого пользователя. Ну и конечно автономность. Акум в 5000 мАч это просто что-то с чем-то. Ты реально уже начинаешь ждать, когда же он сядет. Заглядываешь в дисплей, а он все работает и работает. Ну и в завершении это цена. За те деньги, что он сейчас продается, очень мало вариантов с подобными характеристиками. Вот напишите в комментариях, какой есть смарт за эти деньги, чтобы было 3,64 памяти, металлический корпус, хорошая батарейка и так далее. Кстати, 6 декабря у этого продавца, где я покупал, будет распродажа и данный телефон будет стоить еще на 40 баксов дешевле. Помимо этого ценник упадет еще на кучу других моделей. Если кому интересно, в группе в ВК я создал тему по этому поводу. А для участия в конкурсе на 5 баксов необходимо быть подписанным на мой канал, подписаться на группу магазина Asus в ВК, поставить лайк под этим видео и написать какой-либо комментарий со ссылкой на свой профиль в ВК, ну чтобы я потом мог проверить наличие подписки. Итоги уже в эти выходные на моем втором канале и в группе в ВК. Ссылки на все в описании под роликом. Всем пока и приятных вам покупок!